Здравствуйте! Сегодня 8 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. На вчерашних торгах в Азии пара евро-доллар торговалась в узком боковом диапазоне 1.3965-1.3983. Новости о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции и присвоило ему негативный прогноз, спровоцировали сокращение покупок пары, в результате чего курс евро опустился к минимальному дневному уровню 1.3955. Однако снижение валюты активизировало спрос на нее, что позволило продолжить недавнее ралли и передвинуть пятничные максимумы до отметки 1.4035. Дополнительную поддержку евро оказала публикация сильных данных по доверию инвесторов, превысивших прогнозы аналитиков. Сообщения о повышении стоимости кредитования проблемных стран еврозоны, поступившие вслед за решением Moody's, а также заявления Ирландии о приватизации госактивов в целях сокращения дефицита бюджета, напомнили рынку о долговом кризисе в Европе. Опасения инвесторов по поводу оправданности текущего курса евро на этом фоне привели к закрытию сделок на покупку единой европейской валюты и к возобновлению продаж пары. Курс евро вновь вернулся к минимальным уровням дня, вблизи которых и продолжил дальнейшую торговлю. На сегодняшних торгах предполагаем новую попытку пары возобновить подъем в направлении 1.4004 и, возможно, к 1.4035, а затем ожидаем разворот пары и ее снижение к ценовым уровням 1.3957, 1.3938, 1.3857, 1.3817. Попытки британской валюты продолжить снижение на ранних торгах в понедельник вновь подтвердили сохранение хорошего спроса в ценовой зоне 1.6240, что убедило быков по фунту перейти к более решительным действиям. Активные покупки пары привели к подъему курса валюты и новому тестированию сильного уровня сопротивления 1.6343, однако попытка проскочить сходу этот уровень вновь не удалась. Агрессивные продажи британской валюты, подкрепленные сообщениями о проблемах с финансовой помощью ЕС-МВФ в Ирландии, с которой банковский сектор Великобритании тесно связан, развернули пару и вызвали ее снижение к новому недельному минимуму 1.6181. Здесь снижение остановилось и пара начала корректироваться. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем первоначальный подъем пары в ценовую зону 1.6223-1.6251, а далее возобновление снижения ценовым уровням 1.6181-1.6138-1.6107-1.6057. В экономической статистике вторника Япония опубликует целую серию показателей по банковскому кредитованию, итогам торгового баланса за январь, объему денежных средств в обращении, а также индикатору текущей ситуации в экономике и индексу экономических перспектив. В Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам и баланс цен на жилье. Швейцария отчитается по уровню безработицы в стране. Евросоюз представит январские показатели ведущих экономики в розоны, в том числе итоговые данные баланса внешней торговли и госбюджета Франции и объем промышленных заказов Германии. США опубликует сегодня отчет об исполнении федерального бюджета за февраль. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.